Какие признаки износа амортизаторов и стоек? Интересно? Смотрим дальше. Всем привет! Меня зовут Виталий и в этом видео я расскажу о основных признаках износа амортизаторов и стоек. И если вы досмотрите видео до конца и у вас останутся вопросы, можете оставить их в комментариях. Итак, амортизаторы и стойки изнашиваются постепенно. Но, как любой автомобиль, может подавать признаки, что в компонентах контроля движения не все в порядке. А именно, износ амортизаторов и стоек может отрицательно сказываться на управляемости автомобилей, торможения и удержания автомобиля на дороге. И если вы заметили один из этих признаков, то вам обязательно нужно проверить свою подвеску. И первым, один из частых признаков, на котором бы я хотел бы вам рассказать, это клевок носом автомобиля при торможении. И зачастую, если вы обратили на это внимание, то наверняка почувствовали, что передняя часть автомобиля быстро наклоняется к земле при торможении. Это называется клевок. И это может указывать на износ амортизаторов или стоек. И наверняка вы понимаете, что это является опасным, так как в таком случае тормозной путь может увеличиться. Что не сильно рекомендуется при интенсивной езде в вашем автомобиле. Вторым случаем, которым бы я хотел бы отметить, это раскачивание при движении вашего автомобиля. И вы могли замечать, что чрезмерное раскачивание, когда вы наезжаете на кочку, и это может быть признаком, что амортизаторы или стойки работают неэффективно. Ведь на самом-то деле автомобиль должен выровняться после наездом на кочку и перестать раскачиваться. А изношенные амортизаторы или стойки не могут эффективно демпфировать в наровности дорожного покрытия и смягчать удары от кочек. Третьим часто встречаемся симптомом износа амортизаторов, это когда ваш автомобиль кренится в повороте. Ведь само ощущение, что в повороте автомобиль кренится, не только неприятное. И это очень небезопасно, поскольку вы не чувствуете, что в должности степени контролируете свой автомобиль. И я думаю, вы знаете, что при износе амортизаторов они теряют способность контролировать смещение веса при прохождении в поворот. И в результате этого может стать увеличение усилия, которое необходимо прилагать к рулевому колесу в самом повороте. К четвертому симптому я бы хотел отнести неравномерный износ шин. И если амортизаторы и стойки изношены, автомобиль может раскачиваться и в свою очередь устойчивость движения автомобиля уменьшится, ведь такое раскачивание также может становиться причиной слишком быстрого износа шин, включая образование вмятин или волнообразного износа протектора. К пятому симптому я бы хотел отнести так называемое приседание на заднюю часть автомобиля при ускорении. И вы должны знать, что правильная функционированный амортизатор или стойка должна стабилизировать смещение подвески при ускорении. И если амортизатор или и стойки уже работают плохо, то задняя часть автомобиля может сильно проседать, когда вы резко нажимаете на газ. И сам импульс при ускорении за счет силы инерции приводит к тому, что передняя часть автомобиля приподнимается и это вызывает укачивание у пассажиров. И ненужную нагрузку на заднюю компоненты подвески. К следующему симптому я бы хотел бы отнести такой вариант как вибрации на рулевом колесе. Ведь небольшая вибрация на рулевом колесе при движении по неровной дороге это нормально. Но есть вибрация на остается у вас на ровной дороге, то амортизаторы и стойки или стабилизатор рулевого механизма может быть изношенным. И зачастую этот симптом заставляет вас делать ходовую часть автомобиля и заодно менять амортизаторы. Но если стойки и амортизаторы не потекли, что очень часто бывает, то после капремонта ходовой проблема остается. Хотя она становится не настолько заметной, так как вся ходовая новая и становится более жесткой. Но уже через какое-то время вы снова почувствуете вибрацию из-за вовремя не помененных стоек или амортизаторов. И что привело к износу в самой ходовой. И следующим симптомом, который бы я хотел бы вам отметить, это он конечно редко встречается, но как говорится очень метко. Это странные звуки. И зачастую, если амортизаторы и стойки изношены, вы можете слышать скрип и стук. А причина такого звука, контакт металла с металлом, когда амортизатор или стойка срабатывает при наезде на кочку, и кроме того, звуки, конечно, могут возникать при износе самих крепежных компонентов амортизатора или стоек. Но такой специфический стук от погибшего амортизатора вы сможете сразу и не определить. И решить на что-нибудь другое, но не на стойке. Из-за этого стоит на это обратить внимание и иметь ввиду, что такое бывает. И конечно же самый распространенный признак износа амортизатора, это потек жидкости на внешней стороны самого амортизатора или стойки. И если вы заметили излишки гидравлической жидкости, которая подтекает из амортизатора или стойки, это может быть признаком их из самого износа. И если уплотнение изношено, то жидкость, необходимая для правильного функционирования амортизатора или стоек, просачивается наружу. И уже в этом варианте вы точно видите причину, по качеству которой вы однозначно покупаете новые амортизаторы или стойки. И если эта информация была вам информативна, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. И до новых встреч, всем пока. Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз.